Друзья, всем привет! Торецкое направление сообщается об использовании на этом фронте ФАП-3000, который просто выносит опорники ВСУ, передает политолог Юрий Подоляко. Армия России прорвалась на окраины Торецка, заняла Ленинская, вошла в Южное и продолжает штурм Нью-Йорка. В целом, командование ВСУ не ожидало прорыва ВСРФ по Торецком. Армия России на этой неделе смогла вклиниться в оборону ВСУ по Торецком на глубину до 2,6 км и по фронту до 5,6 км. Об этом сообщил даже киевский аналитик Константин Машавец. Вот что он написал. Причем, похоже, что в южной части этого вклинивания противник встретил минимальное сопротивление, образно говоря, проехавшись по дороге с севернее отвалов через наши передовые позиции. По его мнению, командование ВСУ вообще не ожидало удар по населенному пункту с востока. Покровское направление. Российские части после взятия под контроль ключевых опорников севернее населенного пункта Сокол. А также зачистки последнего продолжают наступать через Евгеньевку по направлению к населенному пункту Прогресс. А это ключевая точка на местности, откуда далее можно наступать на Новогродовку. В тыл с сильным позициям ВСУ, опирающимся на реку Волчанка. Таким образом, взятие этой точки под контроль является важнейшей оперативно-тактической задачей. До этого села осталось примерно 2 километра. Харьковское направление. Продолжаются тяжелейшие бои в Волчанске. Подразделения группы Севершаг за шагом продвигаются в южном направлении к реке Волчья. Противник продолжил попытки сосредоточить резервы в районе правого берега. В результате огневого поражения участков форсирования реки нейтрализована большая группа. Общее продвижение на Волчанском направлении составило до 100 метров. На Липцевском направлении ВСРФ отразили одну контратаку противника численностью до 15 человек. Российской авиации нейтрализован очередной пункт дислокации ВСУ. Общее продвижение на Липцевском направлении составило до 150 метров. Переброска больших сил под Харьковское направление не особо помогает ВСУ в наступательных действиях. Все чаще отмечаются случаи отказа от бессмысленных штурмов в таких соединениях, как 92-я ОШБР. Сообщают, что эшелоны с техникой НАТО нейтрализованы в Харьковской области. Российские подразделения совместно с «Каскад Гром» обнаружили два эшелона противника с боевой техникой, включая немецкие танки «Леопард», направляющиеся в Харьковскую область. В результате координированных действий с помощью ОТРК и «Скандер-М». Эшелоны были успешно нейтрализованы. Артемовское направление – ситуация в часа в Яре. Как и предполагалось, противник, потеряв большую часть леса между Калиновкой и железной дорогой, ведущей за канал «Северский Донец-Донбасс», а также потерпев убыток в микрорайоне «Канал Новый», где под его контролем осталось несколько пятиэтажных домов, начинает откатываться за сам канал, выстраивая там линию обороны. В частности, активность ВСУ замечена в районе леса за канал «Северский Донец-Донбасс», где ранее находился лагерь «Дружба». ВСУ используют для подвоза Октябрьскую улицу, где за сегодняшний день российскими подразделениями фиксировалось активное передвижение на броневиках. По вышеуказанному району, как и по путям подвоза, плотно работает артиллерия ВСРФ. Предполагается, что в течение двух-трех дней противник выведет из леса южные Калиновки остатки своих сил, дабы закрепиться непосредственно за каналом. Северское направление. Пришла новость об установлении контроля над населенным пунктом Спорное, передает политолог. В принципе, новость вполне ожидаемая с учетом недавнего продвижения российских частей по направлению к населенному пункту Выемка, что вывело армию России на коммуникации гарнизонов в Спорном. К тому же высоты Северня и Южнее также накануне перешли под контроль ВСРФ, а потому у противника просто не оставалось выбора, и он оставил Спорное. Данное продвижение упрощает подразделением 106-й дальнейшее продвижение на север, восточнее и западнее ЖД полотна, что мы, вероятно, скоро и увидим. После взятия раздоловки у ВСРФ есть два варианта дальнейших действий – либо наступать на север, либо на запад. Наступление на запад по линии Хромовка-Никифоровка-Калинники-Озерное выглядит перспективно, так как может привести к потере снабжения украинской группы в Северске и прилегающих районах. Красно-Лиманское направление. Здесь ВСУ пытаются контратаковать со стороны Терна вдоль балки Кругла и Широкого Врага, однако ВСРФ сдерживает натиск. Купенский фронт. ВСРФ выровняли линию фронта в районе Шумов, продвинувшись к окраинам Кирова. Также ведется наступление у канала Северский Донец-Донбасс к западу от дружбы. Южнее Альшаны ВСРФ атакуют направление балки. Восточнее Стельмаховке идут позиционные боевые действия. Восточнее Невского российские силы продвинулись на участки шириной до 4,5 км и на глубину до 1 км, заняв северную и восточную окраины Невской балки. Выборы во Франции. Ловушка для России расставлена. Попадемся? Озвучены предварительные результаты голосования в первом туре парламентских выборов во Франции. Победу одерживают противники воинственно настроенного к России Макрона. Вот только эксперты сходятся в одном. Победа партии Марин Ле Пен ничего для Москвы не изменит. Напротив, это еще одна ловушка для России. Во Франции завершился первый тур парламентских выборов. Партия Марин Ле Пен – национальное объединение, которое публично выступает против передачи оснащения Киеву и участия французских военных в противостоянии в соседней с нами стране, набрала в сумме 33,4%, уточнила газета La Parisienne. Партия выбилась в лидеры. А вот макронисты с треском проиграли, едва сумев отстоять третье место по итогам подсчетов голосов. Президентская коалиция вместе у французских граждан доверие явно потеряла после всех воинствующих заявлений лидера Пятой Республики. Впереди второй тур выборов. Западная пресса пророчит победу партии Ле Пен, полагая, что она может получить от 240 до 310 мест, а сторонники Макрона в разы меньше – от 70 до 120 мест. Такой прогноз дает The New York Times, не исключая, что за неделю до второго тура может многое измениться. Отметим, что для абсолютного большинства нужно 289 мандатов. Военный блогер Юрий Подоляко отмечает, что в целом картина выглядит примерно так, как и предполагали эксперты. Ле Пеннисты побеждают и у них есть все шансы взять в новом французском парламенте большинство. Эксперт не исключил, что партия Левый Новый Народный Фронт и макронисты объединятся против партии Ле Пен. То есть идет игра «все против но». Да, потом они будут опять рвать друг друга на части, но сейчас они с ужасом боятся большинства ле Пеннистов. Дает расклад Подоляко. И как бы там дальше не получилось, все сходятся во мнении, что макронизм остался в прошлом, а старой Франции, где центристы всегда побеждают, уже нет. Друзья России. Однако не все так гладко с позиции Ле Пен, как она хочет это показать. Эксперты сходятся во мнении, что победа ее партии ничего для Москвы не изменит. Напротив, это еще одна расставленная для России ловушка, которую нам необходимо учесть и ловко обойти. Отметим, что ранее политолог, обозреватель Царьграда Андрей Перло в интервью Первому Русскому заявлял, что европейские правы могут притворяться противниками войны с Россией, чтобы получить больше голосов. Как только они получают голоса, сразу выясняется, что они враги России и голосуют за войну против нее. Это мы видим на примере партии Мелани в Италии, партии Ле Пен во Франции, АДГ в Германии. Повсюду заострил он внимание. Россия должна понять, что у нас нет в Европе друзей, по крайней мере в истеблишменте, только враги. И единственный способ разговаривать с ними через прицел. Иллюзии возможности договориться должны уйти в прошлое, призывает политолог, настаивая, что все эти люди всегда и во всем будут врагами России. Рассуждая о происходящем во Франции, Андрей Перло заострил внимание на двух моментах. Во-первых, выборы сначала в Европарламент, а затем в Парламент Республики показали, что в этой стране примерно половина политически активных избирателей – нормальные люди, которые хотят нормальной жизни. Им не нравятся засилие мигрантов и идеология мультикультурализма. Им не нравится, что Францию втягивают в чужую для нее ненужную ей войну с Россией. Им не нравится, что деньги национальной экономики утекают в Брюссель и тратятся на военную агрессию НАТО. Им не нравится, что им в итоге не разрешают быть французами, иметь нормальные семьи и т.д. Эти люди голосуют против всего того, что им не нравится. И у них, как им кажется, есть политическое представительство. Это национальный фронт и это политики Ле Пен и Борделла, объясняет эксперт. Второй момент. Проблема в том, что это политическое представительство – обман почтеннейшей публики, уверен Перло. По мере того, как Ле Пен приходит от популярности к реальной власти, она ведет себя все меньше, как политики-нонконформисты и все больше, как системные французские и европейские политики. Каждый мог видеть, как она аплодировала Зеленскому. Это было необходимо, чтобы не считаться путинской, а считаться нормальной с точки зрения нынешней Европы. Что же скрыто за декорацией? Политолог не исключил, что Ле Пен, возможно, сформирует правительство Франции. Для этого надо объединиться с республиканцами, ничего невозможного в этом нет, с премьером Борделла. Это правительство, наверное, будет бороться с нынешним президентом Макроном. Может быть, даже запретит отправлять на Украину французских солдат удачи. Но это максимум, на что мы можем рассчитывать. Если Ле Пен позволит себе больше, ей не позволят больше быть во главе страны, уверен обозреватель Царьграда. Демократия – это фасад политической системы современного Запада. Даже не просто фасад, а театральная декорация. А за этой декорацией политическая машина, которая на самом деле управляет странами Запада и которой совершенно все равно, как зовут следующего премьер-министра и о чем он говорит с избирателем. А вот противостояние с Россией – это несущая конструкция. Если ее убрать, все единство Европы развалится. Поэтому никакие выборы не заставят настоящих правителей Европы от этого противостояния отказаться. Историк и политолог Павел Данилин придерживается схожего мнения. Даже не надейтесь, что победа партии Ле Пен изменит политику Франции по отношению к России. Ле Пен сама уже показала, что готова прогибаться, когда поддержала киевский режим и Украину в конфликте. Весь ее нон-конформизм заключается только в обещании не направлять французов против русских, предостерегает эксперт. Но если честно, я бы и этому обещанию верить не стал бы, помятуя, какие в свое время Шольц давал обещания и какие авансы Мелани раздавались. Более того, скажу вам по секрету, эта сама победа Ле Пен стала возможной именно потому, что она показала, что готова быть такой же конформистской и соглашательской проамериканской и пробрюссельской прокладкой между недовольными французами и Евроатлантическим институтом неолиберального мира. Итак, ловушка для России уже расставлена. И теперь остался главный вопрос, попадемся ли мы в нее, поверив словам наших французских в кавычках друзей, как это было с Минскими соглашениями и обещаниями не продвигать НАТО на восток. Или уже усвоим, наконец, горькие уроки. В Российской Федерации развернули пять сотен огромных антенн, а на Западе вновь заговорили о климатическом оружии Кремля. Рассказываем, зачем они на самом деле. В России практически ежегодно появляются уникальные и крайне необычные сооружения, о которых на Западе в силу мировоззрения судят как объектах, непременно представляющих опасность. Но не могут же эти русские тратить миллиарды во имя созидания, да? В очередной раз жертвой невероятных теорий о климатическом оружии стали пять сотен огромных антенн. Что это на самом деле? Антенны посреди Сибири. В России построили и запустили в работу уникальный объект, который с виду больше похож на климатическое оружие. По крайней мере, некоторые западные журналисты так и считают, сообщает YouTube-канал «Знаю все». Речь идет о гигантском комплексе из 520 антенн, расположенном в местности Бадары в республике Бурятия. Разработка проекта велась с 2013 года. Стоимость объекта составила 2,5 миллиарда рублей. И действительно, что же еще это может быть, если не секретное оружие Кремля? Правильный ответ звучит, может и не настолько грозно, но не менее впечатляюще. Остановимся на основных моментах и текущем статусе проекта. Критически важные исследования. Комплекс из сотен антенн – ничто иное, как радиогелиограф, предназначенный для изучения корональных выбросов Солнца. Звезда проявляет активность, которая уже стала причиной схода с орбиты десятков спутников на сотни миллионов долларов, а также сбоев в работе техники и оборудования. Российские ученые стремятся узнать больше о физических процессах на Солнце. Цитата. «Совершенно не понимаем, почему не работают те элементарные законы физики, которые функционируют на Земле. Например, чем дальше мы от источника тепла, тем становится холоднее. На Солнце это не так. На его поверхности температура составляет 6000 градусов, а на удалении всего в несколько сотен километров температура возрастает до полутора миллионов градусов. Именно в этом слое происходит ускорение частиц. Именно там проявляются ударные волны, которые могут иметь негативные последствия для техносферы человечества», — говорит первый заместитель директора Института солнечно-земной физики, доктор физико-математических наук Сергей Алемской. Радиогелиограф поможет предсказывать опасные явления, чтобы предотвратить потерю тех же спутников, например. Сейчас этой работой никто не занимается. Китай хотел, но попытка провалилась. Аналогичное оборудование есть у Японии, но оно, по оценкам экспертов, значительно уступает российскому. По сути, только в Российской Федерации есть радиогелиограф с параметрами для проведения полноценных научных исследований, но и он — лишь элемент огромной системы. Радиогелиограф — часть национального гелиогеофизического комплекса, который включает еще шесть объектов, оптические инструменты, солнечный телескоп-коронограф, систему радаров, нагревной стенд, лидар и центр управления данными. В 2024 году проект вышел на второй этап. Будем заниматься аванпроектом по системе радаров, нагревному стенду, лидару и центру управления данными, а также строительными работами на КСТ-3, пояснил Гелий Жеребцов, научный руководитель мегапроекта «Академик РАН». Комплекс планируют возвести к 2030 году. Тогда Россия станет пионером в области предсказания солнечной активности. Пожалуй, столь колоссальная созидательная работа по силам только российским специалистам, ибо ничего подобного в мире не найти. Радиогелиограф выполнен из отечественных комплектующих, и оставшиеся элементы также будут создавать по российским технологиям. Всем спасибо за внимание, друзья! Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Будьте здоровыми и счастливыми! Всем нам мира и добра!